В эфире телекомпания «Город». Программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Главные темы этой недели. Ищем свидетелей. Следователи просят оскликнуться очевидцев убийства на остановке мясокомбинат. Полтонна контрафакта. Подпольный магазин вырос до цеха по производству алкогольной продукции. Лень и незнание законов – неоправдание. Рязанке грозит до 8 лет лишения свободы за вовлечение несовершеннолетней в занятие проституцией. 9 апреля на остановке общественного транспорта мясокомбинат был застрелен мужчина. В прессе появилась информация о том, что расправился с погибшим родной брат. А катализатором трагедии стали наркотики, которые оба родственника якобы употребляли. Следователи пока ограничиваются сухими протокольными фразами. В результате предварительного расследования выяснилось, что вечером мужчины поссорились, затем подрались. Потерпевший вспомнил, что у него при себе имеется травматический пистолет и решил им воспользоваться. Но, как это часто бывает, оружие только усугубило ситуацию. Нападавший успел выхватить пистолет и выпустить в его обладателя 6 пуль, 4 из которых попали в жертву, одна оказалась смертельной, пробила легкая. Подозреваемый задержан, но ясности во многих вопросах пока нет. Всем, кому что-либо известно о данном конфликте, который произошел в вечернее время, это где-то примерно с половины десятого до десяти часов вечера 9 апреля 2015 года, в районе дома 8 по Касимовскому шоссе, просьба откликнуться и позвонить по телефону дежурной части отдела полиции номер 1, это 28-29-01, либо позвонить по телефону Московского межрайонного следственного отдела города Рязань, 76-46-14, либо по телефону дежурной части МВД России по Рязанской области, 02. И также хотелось бы обратиться с просьбой, как было установлено расследование уголовного дела, что во время конфликта недалеко от места происшествия находился автомобиль предположительно марки ВАЗ-2105, либо ВАЗ-2107 вишневого цвета, где находилось два человека, предположительно мужчина и девушка. И, возможно, они могли видеть происходящий конфликт и являться очевидцами. И в связи с этим я также прошу этих людей откликнуться на просьбу следственных органов и позвонить по указанному выше телефону. Мы будем следить за ходом расследования и ждать видео с места проверки. Следующая ситуация очень распространенная, а потому стоит обратить на нее особое внимание. Случай банальный. Поссорились супруги, жена уехала к маме. Обсудить развод договорились на нейтральной территории, но женщина навстречу не пришла. Супруги неожиданно встретились в детском садике, причем мама была пьяна, а папа не стал лишний раз спорить, забрал общего ребенка и поехал с ним домой. Дальше, внимание, обиженная и раздосадованная дама просит своего племянника за нее заступиться. Молодой человек, не теряя времени, едет к мужу тете, и уже вместе они атакуют дверь квартиры, за которой муж и ребенок, до тех пор, пока не появляется свекровь. Попросила своего сына открыть дверь, он открыл, она начала проходить. В этот момент племянник супруги схватился за ручку двери. Досталось и свекрови, и ее сыну. Синяки родственники друг друга в итоге простили, а добросердечного племянника привлекли по статье «Незаконное проникновение в чужое жилище». Родственник, он получается фактически родственник супруги, который по большому счету к этой квартире отношения так же, как и он, не имеет. Каких-либо документов, вещей его в этом помещении тоже не могло быть. Если в квартире нет ваших вещей, которые вы намереваетесь забрать, напоминают следователи, то 10 раз подумайте, прежде чем влезать в чужие конфликты и входить туда, куда вас не приглашали. Неблагодарны это дело, семейные ссоры. С вами разберутся, а кранем останетесь вы. Наклейки, крышки, гравировки, надписи и прочие тонкости помогают отличить фальшивый алкоголь от настоящего. Но покупателей интересует только одна деталь – стоимость товара. Чем она ниже, тем выше спрос. Автостоянка на улице Первой Бутырки уже привлекала внимание полицейских своими особыми услугами. Найденный алкоголь изымали, имена нарушителей закона попадали в протокол, но никого это не заставило отказаться от стабильной прибыли. Внимание местных жителей, которые и сообщили, куда нужно, привлек местный сторож. Именно он, по словам горожан, часто торговал алкоголем сомнительного качества. Машина чья вот эта? Я чужая. Ну чья? Записана она просто у нас. А водку сюда кто вложил? Была она в этой машине и все. А коробки привез и скоро заберет неизвестный мужик на большом джипе, докладывает сторож. Кажется, ему и правда не важно, что откуда берется и куда потом девается. Главное, чтобы клиент шел. Спиртное покупали у кого у вас? Сегодня да. Сколько бутылок стоит? Сто рублей. На этот раз нарушители зашли дальше. Их подпольный магазин контрафактного спиртного стал еще и цехом по производству нелицензионной алкогольной продукции. В одной коробке расходники, в другую уже промаркированный алкоголь, в третьей бутылке без опознавательных знаков. 5 тысяч штук в одном рулоне. 5 тысяч бутылок различной емкости можно реализовать. Акцизная марка наклеена наоборот. Крышка полуоткрытая. Данный производитель водки уже не существует, завод закрылся, но до сих пор реализация этой водки продолжается. То есть данная продукция является поддельной. Ни одного опознавательного знака. Анимации на русском языке тоже нет. Крышка как пиво. На английском написано водка. Мороз. В ходе последнего мероприятия было изъято 475 литров контрафактного алкоголя. Обнаружено 9 коробок с пробками от бутылок для изготовления новой партии алкогольной продукции. А также выявлено 10 тысяч акцизных марок с признаками подделки. По данному факту в настоящее время проводится проверка. Виновные будут привлечены к ответственности. А вот выяснить основные ингредиенты, входящие в состав настоящей водки, можно и без лаборатории. Если будет время и желание, проведите любопытный эксперимент. Обычную медную проволоку нужно нагреть на огне и опустить в рюмку. Если в водке содержится опасный метиловый спирт, запах будет резким и неприятным. Или налейте водку в ложку и подожгите. Этиловый спирт горит спокойным синим пламенем, а вот технически будет гореть зеленым. Самое главное, не ставьте эксперименты на здоровье. Даже сами работники таких подпольных цехов порой не знают, что разливают по бутылкам. Не говоря уже об условиях, в которых все это происходит. Абсолютно все знают, что провоцирует преступников на уличное ограбление. Тяжелая сумка, блестящее украшение, мелькнувший в руках кошелек и отсутствие уличного освещения становятся идеальными приманками для грабителя. Но что делать, если вернуться засветло не получается? Фонари, несмотря на криминальную статистику, лучше не светят, а привлечь хулигана может и одежда. Не ходить же теперь в лохмотьях. На днях со своей сумочкой распрощалась 25-летняя Рязанка. Что характерно, в полицию обратились очевидцы, которые нисколько не смутили злодея. Подозреваемый оказался опытным в криминальных делах. Ранее он уже был судим за хищение и пытался скрыться. Он шел на разные хитрости. Но квалификация оперативников была намного выше. Злоумышленника задержали буквально через пару часов после ограбления. В совершении ограбления подозревается 29-летний житель Московской области. Задержанный не скрывает, на преступление пошел под градусом и совсем не ожидал, что будет пойман так быстро. Пришлось объяснять полицейским, откуда в кармане сотовый телефон жертвы. Ну и что ты, как, вы специально выбрал человека или случайно? Пантан. Тебе показалось, что ты сможешь справиться, да? Нет. Сказал, что у него есть деньги. Вот и все. И что, а что отобрал? Сумку. С момента первой судимости прошел всего год, а злоумышленник снова взялся за старое. Возбуждено уголовное дело. Один вопрос наверняка задавал себе каждый второй. Откуда у неработающих алкоголиков находятся деньги на водку? Причем, заметьте, всегда. Никакая нужда не заставляет человека проявлять фантазию так, как желание напиться. И, к сожалению, моральных принципов тут нет и в помине. Готовы красть, запугивать детей и бить пенсионеров. В полицию обратилась 78-летняя Рязанка, которая сообщила, что на нее средь бела дня напал неизвестный. Я за сумку дернул, а она ее не отпускала, видать, запнулась. Она упала, я дернул сильно. Она упала, и сумку не отпускала, я сережки снял. Для бабушек, переживших послевоенный голод и всю жизнь считавших, что облагораживает человека только честный труд, отдать сумочку все равно, что быть пособником преступника. Старушка боролась как могла, за что получила несколько ударов от грабителя. Тогда злодей, который почти в три раза моложе пенсионерки, снял с нее золотые сережки. Оперативники уголовного розыска, проанализировав время, место и дерзость в совершении преступления, предположили, что злоумышленник решился на разбойное нападение спонтанно, без особых раздумий. Наверное, в расчет на сиюминутное обогащение. Первым делом полицейские начали проверять ломбарды и уже в ближайшем обнаружили улику, причем разминулись с грабителем всего на несколько минут. Золотые украшения 24-летний рязанец сдал по своему паспорту. Оказалось, что автором идей был такой же приятель. Криминальный дуэт в сильном алкогольном опьянении задержали во дворе подозреваемого. Один придумал напасть на самого беззащитного прохожего, второй согласился пойти в ломбард. Отвечать за свои действия придется тоже вместе. Хочется напомнить жителям, никакие вещи не стоят вашего здоровья и жизни. Преступника, настроенного на легкую наживу, не смутит ни ваш возраст, ни наличие маленького ребенка рядом, ни проявленное мужество. Президент России внес на рассмотрение в Госдуму проект постановления об объявлении амнистии в связи с 70-летием Великой Победы. Неожиданный подарок могут получить те, кто осужден впервые за преступление небольшой и средней тяжести, а также преступники, имеющие определенные заслуги перед страной. Предложенная глава государства амнистии затрагивает до 60 тысяч заключенных и до 200 тысяч условно осужденных. Мошенники и торговцы наркотиками в этот список не входят, равно как и убийцы, насильники, террористы, взяточники и похитители людей. Не удастся выйти на свободу раньше и тем, кто успел вторично нарушить закон в течение 10 лет после освобождения, был злостным нарушителем в местах лишения свободы или рецидивистом. Предложение президента, вероятно, будет принято в трех чтениях до конца апреля. А между тем, многие уже сгущают краски и называют массовый выход уголовников холодным летом 2015-го. Мол, рад бы оступившийся человек начать жизнь с чистого листа, да как с безработицей и сложной экономической ситуацией выживешь? Работодатели, как известно, бывших сидельцев не жалуют. И те, поскитавшись в поисках достойного заработка, месяц-другой снова встают на кривую дорожку. Доля правды в этом есть, но с другой стороны, только за последние 13 лет в России амнистия объявлялась 10 раз. Наиболее массовая была принята в 2000 году в связи с празднованием 55-летия победы в Великой Отечественной войне. Тогда из мест заключения вышли более 200 тысяч человек, осужденных за незначительные преступления. В следующем году Госдума приняла аналогичное постановление, которое непосредственно коснулось несовершеннолетних и представителей слабого пола. В 2003 году еще под одну резонансную амнистию попали участники чеченских банформирований, которым было предложено сложить оружие и начать мирную жизнь. В 2013 году российские власти решили удостоить внимания осужденных по некоторым экономическим статьям. И ежегодно находятся те, кто проходит ряд юридических экспертиз. Так, в этом году под амнистию не попадают братья Навальные, главная фигурантка дела оборонсервиса Евгения Васильева, бывший руководитель ВСИН Александр Реймер, а также недавно задержанный бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин. Следователи московского МСО в своей практике столкнулись с неординарным уголовным делом. Впервые за несколько последних лет обвиняемый по статье 240 – это вовлечение в занятие проституцией – грозит серьезный уголовный срок до 8 лет лишения свободы. Статья немножко не специфична для Следственного комитета, потому что она к нам попала так как несовершеннолетняя, потерпевшая и тяжкая. Вся история началась с переписки совершеннолетней девушки с юной воспитанницей московского детского дома. Последняя сбежала из госучреждения, нашла свою подругу по переписке и попросила приютить ее. Однако содержать свалившуюся как снег на голову гостю в планы девушки не входило, и та намекнула, что пора искать работу, чтобы вместе платить за жилплощадь. Сама гостеприимная Рязанка вот уже два с половиной года зарабатывала занятием проституцией и в красках расписала все плюсы и особенности своей профессии. Также совершеннолетняя создала несовершеннолетний специальную страничку на сайте интимуслуг, разместив там сотовый телефон несовершеннолетний, указав определенные биографические данные, которые были необходимы для регистрации. С августа по сентябрь 16-летняя девушка семь раз выезжала к клиентам. Подруг задержали вдвоем в ходе очередного рейда. Доказать именно факт вовлечения в занятие проституцией, говорят следователи, было сложно, но опытная наставница помогала своей протеже чем могла, даже несколько раз выезжала с ней в качестве группы поддержки. Сейчас старшая девушка задержана, младшую отправили обратно в детский дом и записали к психологу. Но возникают резонные сомнения насчет того, что 16-летняя девушка плохо представляла, чем придется заниматься. Почему воспитанница детского дома, как многие студенты, например, не пошла раздавать флайеры? Это хоть и не престижная, но вполне достойная работа для молодежи. Надо признать, многие девушки готовы поступиться честью и моралью, прибавить себе пару лет, как сделала жертва преступления, лишь бы получить денег без особых усилий. Только бизнес этой девочки очень экстремальный, и закончится новая встреча с клиентом может чем угодно, не теряя головы и достоинства. Это были главные криминальные темы недели. Берегите себя и до новой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин